всем привет с вами андрей и сегодня я буду играть в игру stronghold crusader не один со мной по скайпу висит мой друг слава слава представься здравствуйте я вячеслав котлеров а это мое совместное прохождение андреем великолепной замечательной игры stronghold так и пожалуй сейчас я выберу миссию будем играть против калифа так ну слав расскажи о себе да да спасибо андрей что передаешь мне эстафету звезды по-прежнему благосклонны ко мне и положительно располагается вот сказать я для себя так сказать нашел хобби то есть мне очень интересно записывать то есть я испытываю большой интерес к подобным записям вот единственно что сейчас андрюха так случайно сложилось что небольшие технические неполадки у меня лично это займет буквально 10 секунд а пока ты немножко это скажи обыгрей так но мы тут будем играть в калифа калиф это очень серьезный противник ему нельзя дать развиться он на нас будет посылать всякие всяких рабов чтобы они поджигали наши постройки для этого надо придется на построить колодцы вот он развивается уже 10 секунд прошло и от ну все те же на манеже он замечательно но что я могу сказать это по поводу андрею довольно таки очень интересно игру осветил я не честно говоря не знаю какая ее популярность мире но думаю что популярность популярная такая вот и я тебя всегда это люби любитель подчеркивать что что компьютерные игры начал изучать очень давно вот допустим что касательно стратегиями я девяносто пятом году там плюс-минус может месяц заболел стратегиями сильно в буквальном смысле это было естественно это было warcraft 2 и у меня просто было ну я не знаю это не сказки сказать не пером писать но вы представляете человек который никогда до этого не сталкивался с подобным жанром до этого я играл всевозможные какие их называли называю стрелялки-хаджалки то есть экшены шутеры там если кто как говорится мои ровесники а не обязательно быть ровесником есть людям хорошо как говорится эрудированным знает что в те времена выходили игры такие как дуум дюк блат шедевери вот не помню сейчас вылетела из головы там от третьего лица и мышь как привыкли шутер мы видим наши ручонки нашего персонажа а была игра аббревиатура к нд по моему называлась там девушка короче такому облегающим черном костюме я не ошибаюсь девушка это не не она это нас каких-то шмаляло там ну как обычно ну а в принципе шмаляки вот очень динамичная игра вот и вдруг я как-то а получается это своего персонального компьютера на тот момент не было дело в том что это как раз компьютеры появлялись это была такая тенденция вот у моего знакомого вдруг машину поменял на компьютер то есть как бы сейчас это звучит дико но тогда когда компьютеры появлялись это было вот и вот это скорее всего этот компьютер мы начали это изучать потому что он его дал в аренду вот я зашел в студию это была студия там классический вариант был там по всей студии были раз расставлены приставки сега вот и играли ребятки mortal kombat но была отдельная комната для компьютера там и час стоил подороже как говорится вот но естественно не детвораж не могут круглосуточно бацать там естественно по ночам компьютер был в полном моем расположении но не только у многочисленных друзей моего товарища тоже у нас была небольшая очередь но я все-таки доминировал в этой очереди по времени и я как-то зашел увидел игру точнее увидел на мониторе игру я не знал что это warcraft 2 я начал наблюдать за происходящим увиденное меня поразило то есть в моем мозгу начала как бы всплывать такие мысли думаю как я одним персонажем не могу толком еще там научиться там марио прыгать а на карте я вижу это я уже потом слова юниты узнал много юнитов которым он так лихо управляет ни один не два 10 20 30 и думал я в эту игру никогда не научусь играть это надо какой быть интеллект и какой мозг чтобы играть в эту игру игра была на тот момент на компьютере полностью английская версия я не знаю только английского языка на все равно приступить как говорится методом тыка вот и что меня поразило что уже через пять через десять минут я уже в нее уже скажем не то что с легкостью играл а я себя уверенно чувствовал то есть оказывается разработчики настолько все человек который никогда не играл подобные игры он силу за рояль снял клавишу валь и начал это спокойненько играть в виртул варкрафт и тут остапа понесло то есть это я там всем друзьям всем знакомым ходил там рассказывал я бацал в игруху там такие человечки маленькие они там руду в мешочках носят там себе в домике а потом там в лес их посылаешь они там бревна собирают я там и охал и ахал там ну просто это заболел сильно потом естественно я понимал что есть цифра 2 теоретически была должна была появиться цифра 3 ну и мы все прекрасно знаем что появление цифры 3 мир перевернула сверх на головы появился но новый жанр жанр моба игры то есть дота точнее варкрафт 3 подарил нам доту у меня был небольшой опыт грустный опыт с дотой то есть я где-то если не ошибаюсь лет 10 назад в нее попробовал поиграть вот но почему-то ну как кажется у каждого куса свои но не зацепило вот я как бы я просто уже охладевал к жанру стратегии то есть несмотря на это играю в одну стратегию называется ford of empires чем она для меня примечательна я конечно не помню уже я в цифрах точно не буду там плюс месяц-два что на протяжении он скажем так ну пускай будет восьми лет может чуть меньше я перепробовал колоссальное количество браузерных стратегий вот и остановился на вот этой ford of empires я не знаю порядка по моему трех лет она мне очень нравится стран холл я вот память в принципе неплохая но все-таки в него когда-то немножко играл причем кстати если я не ошибаюсь есть даже браузерные игры отдалённо заточенные под стран холл то есть они как бы они как бы браузерный но не браузерный то есть их надо скачать клиент играл где-то около четырех месяцев похоже на ford empires но только с тематикой стрел как бы она интересна но меня не зацепило то что должно быть в постоянном присутствии а это не меня не очень тем более как я видео выпускаю и в постоянном присутствии в игре это это жуть но сейчас мы тут хоть и говоря в игре ломаем то есть пор портим ресурсы врага чтобы он не делал себе нефть а если он сделал себе нефть то будет там и горящая смола и нам будет не очень хорошо наши юниты будут гореть если будут подходить к его зам подожгли одну яблу правда он уже новую построил мешаемого продовольствия как только можем но сейчас будем копить арню очень большие проблемы сейчас с деньгами не знаю чему не могу нормально выйти на деньги агулярность ноль у нас кстати сейчас только сейчас вспомнил что в ту эпоху варкрафта второго я столкнулся еще не менее замечательной игрой эпоха империи edge of empire она меня тоже поразила вы понимаете что на тех компьютерах тех веков это процессор у нас был ну чтобы не соврать я не помню то ли частота то ли 200 то ли 204 или 314 ну это я не железячник пускай уже специалисты говорят у меня там стояла windows по моему 95 если не ошибаюсь вот хотя в принципе я вот все таки не с 95 с теми компьютерами которые мы привыкли столкнулся я где то все таки двумя годами ранее увидел впервые вот эту пресловутую сейчас это вот хоро я вот удивляюсь что сколько сталкиваюсь современной назовем назовем нас компьютерщиками то есть люди которые проводят время за компьютером неважно чем занимаются там total commander а была аналог в те годы этой программы досовской Андрей помоги синий экран такой был это тоже вот как бы ты справа и слева видишь одинаковое название то есть как бы книжку развернул ну вот total commander очень удобно это пользоваться когда то он был windows commander потом перимануали в total то есть если у человека стоит эта программа на компьютере то он делает операции в сотни раз быстрее чем он начинает открывать мой компьютер открывает второе окно коробочка ленточка все красиво вот и вот касательно стратегии империя меня поразила ну кстати спустя годы я вот тогда думал знаете так вот мозг интересно тоже работал думаю машины слабые вы знаете там когда шло такое развитие появлялось на карте огромное количество уже это боевых единиц и со стороны противника и с моей стороны то компьютер дико лагало и вот я недавно относительно недавно там год два назад думаю попробую-ка я на современных машинах поиграть в ту игру к моему удивлению сколько лет прошло а пароль не поменялся дело в том что игра почему-то точно так же лагала и на мощных машинах причем я подчеркиваю что тогда был процессор допустим сколько там 300 частота герц я там не знаю как она там правильно называется сейчас допустим у меня допустим тачанка они не супер пуперская но как я всегда ее позиционирую может она и не супер пуперская но одновременно запустить пускай при малом разрешении две-три онлайновые игры к примеру там вирт оф варкрафт вирт и там еще там я не знаю невервинтер при этом еще включить видео на ютубе и при этом еще штрикать какую-то стратегию то я думаю что как бы и с головой хватает и той машины которая есть вот то есть и вот на ней скажем так это все дело все равно тормозило значит что-то там что-то там не додумали а тогда на тот момент визуально когда смотришь на экран такое ощущение что ты реально смотришь с высоты птичьего полета и эти все люди юниты настоящие и когда ты его бедного там делек там убиваешь ты думаешь ёкарный бабай помните игра была это я в нее не играл но слышал в нем как это Андрей что-то богом это это яблок да там же как от бога такие подарки а ты там слышишь ты имеешь ввиду своего втон создаешь ну да 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 ты в роли бога играющих каждого там типа бога должна быть своя зверюшка недавно я тоже играл но не знаю наверное я не очень меня так прикинулось вы знаете я могу конечно ошибаться конечно в мире много игр и жанров там спортивные симуляторы всякие квесты стрелялки гаджалки но я думаю что подсознательно больше половина скажем так игроков нашей чудесной земли мидгард все таки стремится играть в стратегии и в рпг почему именно эти два жанра да потому что они приближены максимально к нашему земному пребыванию на нашей планете стратегии это полное отождествление миниатюрная модель истории то есть как бы получается что мы становимся участниками событий скажем так те которые переживали наши предки из поколения в поколение то есть мы отыграем роль и мы как бы на как городовая память у нас включается и мы азартом играем стратегию потому что ну как мы видим развитие вот как наше человечество развивалось ну по официальным данным оно развивалось мы знаем человечеству сколько в нашей истории две тысячи лет одни говорят другие пять тысяч а третьи говорят пятьдесят тысяч лет первые кроманьольцы в европе появились но я вам открою тайну долго не буду муссировать кто сейчас случайно попал на этот канал вы никому не говорите это во первых вас засмеют во вторых вам никто не поверит но человечество на нашей планете насчитывает историю только вдумайтесь цифру полтора миллиарда лет вот все я вот на этом сказал потому что дальше нет смысла говорить если человеку интересно он сам откроет интернет такой ничего себе такой Вячеслав Коклеров Вячеслав Александрович Советский Союз сказал что полтора миллиарда лет у меня учебники врут надо по интернете проверить и когда надо открывать интернет мы все умеем углы пользоваться как говорится только двое меня хорошо понимают как гугл и яндекс вот вы вписываете подобные цифры полтора миллиарда лет и к своему удивлению находите десятки сотни тысяч сайтов где информация говорит что да 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 на нашу Мидгард впервые Вимары, Вайтмары прибыли полтора миллиарда лет назад ну об истории мы нашей планеты будем вскользь упоминать все таки не всем игрокам интересно слушать реальные летописи а не исторические вымыслы и поговорим все таки об играх а вся наша жизнь игра я как бы был недавно скажем так на одном торжестве вот и мой собеседник вот и я вообще вот заметил что люди моего возраста когда эту фразу произношу они прям расцветают то есть ну это какого моего возраста это люди в районе четырех десятков лет от роду то есть плюс-минус там пять пять лет и всегда сталкиваются что они как бы испытывают чувство стыда вот ему 42 года но не мне моему знакомому а он играет там в игры ему так неловко он думает что над ним будут смеяться а когда я Евгению сказал фразу он прямо жил такой и говорит надо ее записать фраза звучит так она предложит великому писателю Льюис Керну который написал Алиса в стране чудес и звучит она так люди стареют не потому сейчас извините сейчас люди перестают играть не от того что стареют люди стареют от того что перестают играть вот так что никого не слушайте играйте потому что наша самая жизнь игра изначально по обретелению у нас у каждого свой арсенал масок мы идем в школу одеваем одну маску мы идем на работу одеваем одну маску дома мы эти маски снимаем мы надеваем уже маску другую то есть мы все лицедеи весь мир театра люди в нем актеры то есть мы реально это отыграем роль ну а небесная канцелярия так же как и мы мышкой управляем нашими юнитами так же управляет нами вот иногда бывает баги так что андрей как у тебя там успехи это завоевание у тебя сколько противников ты один против 1 один на один компанию прохожу стараюсь все пройти я ее когда начинал это мне было совсем мало лет тогда у меня только был первый компьютер второй пенсию настолько было все круто модем зиксель вроде бы так назывался и играл в эту игру тогда у меня не все игры шли у меня шли только две игры это стронхолд и алоды было удивительно проклятые земли а вот это отдельная тема говори-говори алоды это вообще как кладайк ну да, про алоды я немножко потом звоню но сейчас вот чем я тут занят у меня буквально минут пять назад на меня напал этот калиф и поджег немного мои фермы не заметил я что сверху есть проход не думал что он там пройдет ну прошел своими тремя рабами и поджег но я отбился все нормально отстроился заново но короче мы его зажали сейчас делаю более менее нормальный выиск ассасинов и покончу с этим калифом и кстати говоря немножко вот первых этих игр вот это вот стронхолд это моя самая первая игра вот реально моя самая первая игра из-за чего это грубо говоря из-за нее я подсел на компьютерные игры а потом уже когда я стал искать подобные игры чтобы подошли к моему компьютеру втором пентиум тогда уже у всех были четвертые это было очень обидно немножечко хотя вот этому второму пентиуму он со мной где-то пробыл года четыре если не больше я начал искать игры и нашел но я не знал что это Алоды спустя только даже могу сказать только два года назад я узнал что я играл в Алоды для меня это было такое удивление что я играл в Алоды ой не хотелось бы Андрюху перебивать просто он затронул тему Алодова а я как говорится пока нашла или ты все таки хочешь что-то о своей мысли продолго я хочу сказать то что самое прикольное в том что я играл в Алоды онлайновские и не знал что в ним есть одиночная игра а когда узнал что я понял что я в это уже играл это было такое прикольное ощущение парадокса какого-то непонятного да само кстати игра ну что я могу сказать об Алодах в двух словах хотелось бы конечно в двух словах но на самом деле если сказать Алоды то это я могу две недели не умолкая рассказывать про Алоды все что можно и все что нельзя во первых я хотел бы сказать за название дело в том что само название вы знаете вот как вы яхту назовете так она и поплывет дело в том что название самой игры оно носит очень мощный энергетический характер то есть если знать что такое Ал изначально то это серьезная серьезная тема то есть что такое Ал вот но я наверное ну в двух словах это скажем и вот как все знают английский ну не все а многие знают есть такое в английском языке пишется Ал А и две Л да Андрей правильно? А? Ол говорится а что это означает? все так вот полтора миллиарда лет назад было такое слово Ал и и люди которые прилетели на нашу планету они это слово Ал использовали по отношению к богам не хочу надеюсь даже не обижу а может наоборот будет приятно скажем так верующим людям определенной концепции узнать что полтора миллиарда лет назад люди Ал это Аллах то есть славяна Арии которые прилетели они своих богов называли Аллах это сейчас как бы мы этого не знаем и сейчас скажем так в замечательной вере современной есть это обращение к божеству Аллах а полтора миллиарда лет назад все обращались к Аллах Аллах это множество то есть Ал много и вот Аллоды я насколько понимаю по смыслу что Лод это земля Лод да Андрей? или нет? нет ну что то около того много земель то есть Аллоды это разбитые на кусочки островки то есть их много это вот и голоды конечно да я тоже проклятые земли прошел но к сожалению к своему стыду это на полностью в режиме бессмертия ну так 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 получилось это я не все игры прохожу это и потом когда у меня товарищ он был фанат как я вот допустим фанат игры за elder scroll morrowind он был фанат а лоды то есть он приходил к другу у него не было компьютера он играл в эти а лоды ему катастрофически моему тезке его тоже слова за вот времени не хватало поэтому он психанул денег накопил и купил игру вместе с компьютером у этого товарища вот и погрузился в этот мир когда он узнал в интернете есть онлайновая версия появится вскоре он был неслыханно рад на что я грустил говорю вот тебе мой друг повезло твою любимую игру холоды сделаю сделают уже сделали сделают онлайновой а мою любимую игру the elder scroll никогда не сделать вот я использовал волшебное слово никогда причем использовал его сознательно где-то в глубине души надеясь на чудо и как мы знаем в этом году для фанатов серии the elder scroll случилось сверхзнамечательное событие для меня так вообще в троекратно не только для меня в людям которые morrowind morrowind как и я в 2002 году узнали там 2002 2003 и вот прошло 12 грубо говоря с копейками и вдруг появляется онлайновый вариант да его все ругают допустим я допустим выжидаю как говорится и своих соображений когда игра выйдет на тот уровень на который мне не бы желалось то есть я был на трех закрытых забыты они там длились то есть я набегал сколько они были там не ел не спал ну надо было весь мир изучить я его изучил для себя сказал что да я именно эту игру ждал именно они все сделали как полагается перенесли кривую моровинтов скую боевую систему красивую кардио картинку скайрима и для меня это было то что нужно то есть я именно погрузился тот мир который который ждал а на большинство фанатов этой серии серии не фанатов начали критиковать что на для современных игр такой уровень игры боевки это просто издевательство над игроков то есть уже 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 вышли на на такой уровень что такое как говорится даже вот я сейчас изучаю игру rust там скажем так намного я чувствую лучший персонажа с ним взаимодействие чем той же это зелдер скролл онлайн ну тем не менее вот мы с андреем ждем как и многие игроки что будет режим фри ту плей я думаю что вы знаете вот есть же что такое обусловлено одни говорят заплатил там обонплату и но это принудиловка то есть нас вынуждает а знаете категория людей если он купил булочку он есть не хочет но он будет ей давиться и пока не поперхнется он будет ее в рот давить потому что он за нее деньги заплатит вот тоже то то же самое ребята с обонплатой то есть люди которые заплатили и скажем за месяц обонплаты а потом отыграют все свои деньги ну как же я потратил деньги поэтому надо играть и днем и ночью и вечером и утром и так далее то есть человек тупо как говорится свою копеечку отрабатывать а вообще система free-to-play она как мы все знаем она и для самих разработчиков финансово более успешней и как бы и для и для игроков более удобней то есть как говорится я сегодня не хочу играть завтра не хочу а вот через неделю у меня три дня выпало выходных и я хочу их с утра до вечера посвятить этой игре вот я свое время на протяжении трех лет я очень сильно критиковала воды онлайн я не не знаю каким макаром но каким-то макаром я точно знаю достоверно что информация моя критики о лодов онлайн в течение трех лет доходила до высшестоящих эшелонов поэтому игра чудесно изменилась те кто начинал аллоды онлайн тогда как мы с андреем людям шутить у нас такая шутка есть такой пальцы там расставляет и говоришь да я еще збт играл зато мы видите мы пишем это извините у нас как получается комбинирует запись а мы все как говорится без дублей и мы это не будем вырежать потом вырезать вырезать это прекрасно начало воды изменилось то есть те лоды некоторые конечно ностальгические это вспоминать те лоды а вообще вот большая ошибка разработчиков вот кстати может быть ну а лоды онлайн у меня не сильно заняты это стим они конечно такое не сделают но вообще правильно всегда делать вот как вот волк допустим я уверен если бы появились классические сервера а как сами бтс пошел в том числе сейчас этот момент мы тут я пока ты это все говорил ностальгия ностальгия а я уже взял ворота штурмом своими ассасинами и иду убивать этого главного звуидня я думал сначала что штурм провалится но мне повезло не провалится в салон в салоне салон в салоне в салоне м я делал 5 цепочки отбалка еще насущно грубо говоря мягко выражать все выиграли Плохо сыграл, потому что давно уже не играл в эту игру, ну ладно, вспоминаем основы, ну давай продолжаем дальше. Ух, у меня вообще такой, вы знаете, такой прилив положительного настроения, я вообще Андрею благодарен, что он меня пригласил на эту чудесную запись, потому что как бы я всегда тянулся к таким вещам, ну, записывать, ну, как я любитель подчеркивать, иногда в силу возраста, обстоятельств, каких-то жизненных приоритетов, у меня как бы самостоятельно, ну, не получалось, я всегда вот любитель приводить примеры, вдруг случайным образом наши ролики станут интересной общественностью, и люди потом будут просматривать предыдущие наши игры, где я с другими ребятами записываю, они будут натыкаться, что я иногда повторяюсь, Ну, я повторяюсь, не потому что у меня память плохая, я забыл, что я хотел сказать, а потому что не все зрители в состоянии пересмотреть видеоматериал, то есть, допустим, есть, допустим, 10%, которые вот возьмут, психанут и отсмотрят все видео со мной и Андреем, А есть люди, которые ограничатся двумя-тремя сериями, а мне бы, допустим, хотелось бы донести до них ту мысль, которую я как бы хотел все-таки донести, и мысль, информацию, Поэтому иногда в роликах будет это, маленький повтор, но ничего в этом страшного нету, потому что повторение мать учения, как говорится, А вот что я хотел повториться, у меня вот эта наша запись, я ее ассоциирую как с альпинизмом и, допустим, с пилотами, что я вкладываю, казалось бы, кто-то думает, люди играют в игры, а при чем тут горы? А дело в том, что альпинисты, когда в горы идут, они, как правило, два человека, один ведущий, другой ведомый, то же самое у нас и в записи получается, То есть, я как бы это, приводил пример, что, являясь бывшим шахтером, мы тоже спускались под землю, обязательно надо, чтобы было два человека, как говорится, на всякий случай, вот, и я, конечно, очень рад, что мы это все записываем, Ну, меньше, как говорится, меньше воды, будем говорить по существу, а что у нас по существу? По существу у нас мы живем, игроки, именно для игроков сейчас наступили колоссальные, уникальные меры, да, вот старые игроки, они чуть-чуть присытились, Те, которые находятся в этих играх, ну, на протяжении, вот, я, допустим, говорю, 20 лет, хотя, на самом деле, я впервые, наверное, где-то в 88-м году была такая, The X-Spectrum, это компьютер, его называли, то есть, клавиатура подключалась к обыкновенному цветному телевизору, с помощью кассетного аудиомагнитофона заносилось, скажем так, программное обеспечение, оно там могло заноситься, там, не один час порой, вот, и мы играли, скажем так, в компьютерные игры. А сейчас для современных игроков, сейчас, пожалуйста, это, хочешь пирожное, хочешь мороженое, то есть, я даже не знаю, к чему это приведет, Наверное, первые, кто будет выигрывать в будущем из компьютерных игроделов, это те, кто начнут, появятся шлемы, это я вам гарантирую, будут шлемы, Причем они будут, шлемы доступны по цене, как нам сейчас мышки, то есть, человек будет идти в магазин, покупать эти очки, там, шлемы, или, я не знаю, там, что-то, то есть, это будет то же самое, как с компьютерами, Как я приводил пример, если первый компьютер на машины меняли, то сейчас можно его приобрести, как говорится, вот, то на такой уровень и выйдут и шлемы, То есть, сейчас они там могут быть безумно дорогие, а потом они будут это, и те разработчики, которые будут уже игры под шлемы делать, они, конечно, стартанут. Ну, сейчас большой выбор, я, честно говоря, сам любитель посмотреть летсплеи, потому что, допустим, хочется и ту игру пройти, и эту, и посмотреть, и, как бы, там, знаешь о ней, А времени нет, и приходится мучиться, вот, и поэтому я сам смотрю иногда прохождение других людей, у меня это, скажем, интересно, хотя иногда пересматриваю, допустим, те игры, даже какие проходил, вот, есть такой легендарный на ютубе, И, надеюсь, он не обидится, если я его неправильно произносил, Латмус, Латмус, вот, вот, он молодец, он, конечно, это, такие игры подымает, я, во-первых, и Моровин, хоть и сам его исколесил вдоль и поперек, но всегда с интересом его смотрел прохождение, Ну, у меня больше всего, не больше всего, а особенно я выделил прохождение игры, сейчас, как она называется, ее называли, Аркс Фаталис, или Узник крепости Аркс, то есть, я ее проходил, эту игру, но все равно мне надо было ее посмотреть, вот, ну, сейчас, и, опять же, на ютубе, то есть, мы, вывалится такое колоссальное ежесуточное информации, что, ну, у людей столько жизни нету, Сколько видео на ютубе, все не пересмотреть, в эпоху тех времен, когда я же, как говорится, моей юности, детства, у нас же, не такой был объем информации, на телевидении два канала, ну, некоторым счастливчикам, городам везло, у них было больше каналов, такие, как, там, Ленинград, к примеру, у них финское было телевидение, допустим, там, те, кто в Белоруссии, там, жил, там, Брест, там, у них было польское телевидение, Вот, даже вот такие моменты, это они, так и говорится, были, а так, в основном, весь славный Советский Союз знал два канала, первый и второй, все, ну, в моем любимом городе Харькове было три канала, то есть, еще был отдельный канал, именно страны, Ну, вот, поэтому, сейчас, причем, мир настолько сейчас ускорился, то есть, знаете, вот такой, я пример приведу, вот, когда мы юного возраста, нам пять лет, то от пяти до шести лет год тянется в вечность, то есть, он идет, идет и не заканчивается, и чем мы старше становимся, тем убыстряется, то есть, вам уже, допустим, 14 лет, вот уже быстрее прошел, вам 20, вот уже быстрее прошел, и так далее, то есть, а сейчас, вообще, в мире получилось, что события настолько меняются, как, знаете, вот, слайды, и были такие, это, в эпоху моих времен, это, кинопроекторы, там, слайды вставляли, и так вот, чик-чик, кнопку нажимаешь, и они, хлоп-хлоп-хлоп-хлоп-хлоп-хлоп-хлоп-хлоп-хлоп, вот так вот, между, события у нас меняются, ну, как я всех стараюсь подбадривать, на самом деле, все хорошо, так как, если излучать древнее ведическое знание, которое насчитывает полтора миллиарда лет, то, то, нам, собственно, не нужно никуда спешить, как говорится, торопиться не надо, не спеши, а то успеешь, то есть, у нас еще вечность впереди, поэтому не волнуйтесь, то, что вы не успели сделать в этой жизни, вы сделаете в следующей, или в последующей, поэтому особо не заморачивайтесь на том, что, вот, не сложилось, вот это, в этот, упустили случай, ничего, да, да, я слушаю. Слав, сейчас один момент, я сейчас запись остановлю и заново запущу, запись, так, а сейчас, вот, я мечусь тут между двумя миссиями, сейчас расскажу, почему, вот эта миссия, тут два на два, я ее не хочу играть, почему, потому что это очень долго времени займет, и, хочешь сейчас что-нибудь такое, более отдыхающее, а тут сейчас придется так трудиться, так потеть, чтобы этих двоих, двоих калифов убить, это очень тяжело, поэтому я, наверное, выберу против свина, у него преимущество по золоту будет, но, в чем прикол, у него нет где, нет растительности рядом, и мы этим преимуществом воспользуемся географически, географическим преимуществом, и победим этого слова соперника, и я, кстати говоря, поменял лорда, теперь у меня лорд не крестоносец, а араб, потому что я все-таки играю наемниками, постоянно нанимаю в наемном лагере этих лучников, арабов, арабов, все такое, и мы уж будут полностью отыгрывать роль. Ну, все любопытно, вот, Андрея, я снимаю вообще, вот, я, честно говоря, не видел это по стратегии, ну, вот, как ты, вот, снимаешь, вот, допустим, такую игру, а есть ли еще люди, которые тоже снимают стратегии? Ну, есть, но их как-то немного, вот, в общем, прикол. Стратегия, это сейчас очень непопулярный жанр, из-за того, что всем нужен экшон, подавай всем экшона. Да, вот я же думаю, что, может, чуть-чуть наши повествовательные беседы, немножко, как говорится, придадут положительные моменты к прохождению, потому что вот все-таки, когда мы видим на экране все-таки вид от, ну, к примеру, от первого лица это одно, а стратегия это, ну, хотя, я же говорю, если фанаты и людям, которым вообще есть моя мысль, как я говорю, не важно, что показывается, важно, что рассказывать, потому что, как говорится, смотря под каким соусом вам подадут блюда, одно и то же блюдо под разными соусами может иметь разные, так сказать, вкусовые качества, а наши вкусовые рецепторы очень быстро реагируют на истинное положение вещей. Вот. И даже, ну, как бы, тем колоссальное количество можно их затрагивать, и на проголоды мог бы бесконечно говорить, хотя, как говорится, там особо и нечего рассказывать, как бы, много того, что я бы рассказал, мы и так все прекрасно знаем, но есть такие моменты, допустим, насчет Олода онлайн, что они еще готовят удивить мир игрой в Sky Force. Ну, приятно слышать, что доходила до меня, до разработчиков Олода онлайн каким-то чудодейственным образом, доходила не только информация о том, как надо Олода онлайн делать лучше, а доходила информация, как должна выглядеть идеальная игра. И вот мне повезло, допустим, Андрей является, реальным свидетелем. Их немного было свидетелем, то есть мы в скайпе собирались в конференциях, и я, допустим, озвучивал в наших беседах мысли, как выглядит должна максимально приближенная идеальная игра, что мне не хватает. И вот Андрей часто слышал от меня, допустим, даже про те Олоды онлайн, то есть сегодня я озвучиваю, что это нужно, завтра это в игре появляется. Ну, замечательно. Я на этот счет хочу вспомнить, и очень положительно отношусь к современному политику, депутату действующему, сейчас я вспомню, Евгений Федоров, если не ошибаюсь, его зовут, такой толковый мужик, очень мудрый. Так вот он говорит, сказал, так говорится, замечательные слова, как бальзам на душу. Не важно, кто автор, важно, что это реализовано. Поэтому, уважаемые разработчики онлайн, если до вас это дойдет, не важно, кто автор, важно, что вы молодцы, супергерои. Правда, вот хентайщину создавать не надо. Я не знаю, правда, как визуально, вот мы с Андреем придем в вашу чудесную игру, но видео на ютубе показывает, что это а-ля Корея. Хотя, кстати, Андрюха, помнишь, я говорил это, что команда должна быть интернациональной, интернациональной, чтобы была игра гениальная, нужно как можно было. Кстати говоря, про Sky Sports, а наши... Да, американцы же делают. Да, делаем не только шмы. Вот, что меня... Я же это ж недавно узнал, что это оказывается, что они не в одиночку клепают, а это правильно, как уважаемый Михаил Николаевич Задорнов любит говорить, у них ум под одно заточен, а у нас под другое. А я так сложил эти два, как говорится, знаменательные, понял, что если, опять же, в паре что-то творчески создавать, то есть в команду надо набирать, как говорится, людей, как говорится, с математическим взглядом и людей с гуманитарным взглядом. Вот когда гуманитарии и математики объединяются, получаются шедевры. Ни один математик не сможет что-то в творчестве сделать, чтобы это было максимально за душу брало. А у гуманитария не хватит его, скажем так, технических знаний. Он как бы и придумает великолепные повороты внутренних, так сказать, горизонтов. А реализовать это не сможет. Поэтому нужны все. Это как в любом деле, когда дом строится, не может один каменчик построить полностью дом. Потом приглашаются кровельщики, потом приглашаются отделочники и так дальше. То есть так же и в компьютерных играх. Нужно иметь... А вообще, конечно, идеальная команда. Это надо подтягивать не только американцев, а немцев, Польша. Польша. Это вообще... То есть это еще... А, что, Андрей? Со своим ведьмаком. Да, да, да. То есть это еще будет... Ну, корейцы... Как бы, они люди хорошие. Но их все-таки надо... Ну, у них тоже, кстати, парадокс в том, Вот, может, мне Андрей поможет. Сверх... Я бы... Она не просто легендарная. Она сверх... Народи говорят, легендарная линейка. А правильно произносить? Ленедж, да? Ленедж 2. А какой стране она принадлежит? Эээ... Да, вроде она корейская. Издатель NCSoft, это я точно не знаю. Не знаю, кто ее делал. Вот это, кстати говоря, это позор, то, что я это не знаю. Как Слава начинал с Вовой, я начинал с линейки. Это моя была первая MMORPG. И я очень сильно восхищен ей. Я не знаю, почему, хоть и говорят все, что как ты можешь играть в линейку, это же это. Но это первая игра. Вот это вот... Я отговариваюсь постоянно от тем, что это моя была первая игра. Мой первый опыт. А первый опыт это... Как у Стронхот. Мой первый опыт и все. Я заболел этим жанром игр. То же самое и про линейдж. Линейдж, так вот, что я хотел подчеркнуть. Да, я не приверженник... Ну, как бы, не являюсь фанатом корейских поделок. Ну, я как человек здравомыслящий, адекватный, я не могу не признать, что их линейка это работа на высоте. Пускай это не, как говорится, кто-то любит футбол, кто-то любит баскетбол, допустим, и так же же в играх, допустим. Пускай мне этот жанр не нравится, но умалять его достоинство или правильно, наверное, умилять. Вот здесь говорят умалять, это очень важное слово. Умалять это мольба, а умилять это мель, уменьшать. Надо говорить, умилять достоинство игры не стоит. Поэтому нам наши азиатские девелоперы показали абсолютно новый взгляд на игры. То есть, может быть, американские или наши отечественные разработчики пришли бы к подобным поворотам в игре, но они бы пришли бы когда-нибудь, а вот корейцы уже пришли вот сейчас, вот сегодня, вот пожалуйста. Поэтому, если грамотно смешать ингредиенты, это вы же знаете, вот там была великая наука алхимия, хотя сейчас говорят это все баловство, а на самом деле, смотрите, в начале алхимии, с чего начинается ал, и вообще правильно писать алхимия с двумя л, хотя я не знаю, как на самом деле, сейчас с одной л пишется алхимия. Ну, в общем, ал, вот опять же, ал в начале, то есть множество, но и химия, и химия, ее как бы маленький хвостик от великой науки алхимии. Если правильно, если неправильно вы смешали ингредиенты, то колбочка у вас бух и взорвется, а если вы правильно смешали ингредиенты, то получился какой-то чудодейственный напиток, поэтому, если правильно смешивать ингредиенты, ну, надо это иметь, как говорится, интеллекта мало. Есть такое, есть, кто-то сказал, помню, Эдисону, по-моему, принадлежит, нужно 10% гения и 90% крови и пота, то есть, мало быть, это одаренным, нужно еще пахать, пахать, пахать и пахать, чтобы это все дело довести до ума, то есть, чтобы, может, может, мы станем свидетелями, вот Андрей, я в ближайшие, так далеко заглядываю, там, 20-30 лет, когда уже мир будет, это большой, это, как бы, это, как это сказать, большое общежитие, то есть, уже будут границы стерты, и не так, как сейчас, и люди будут более радушны, и будут между собой взаимодействовать, и все-таки будут создаваться компьютерные игры, когда в команде будет большое количество разработчиков из разных стран мира, но так, как я рожден в Советском Союзе, естественно, вы видите мой вот этот взгляд, то есть, как говорится, меня, нас, как говорится, детей тех лет, это, прививали с детства, что нужно жить в мире и в любви, и согласии, и не делить никого по цвету кожи, по языку, по, что это, свой, чужой, все, мы, как говорится, мы в одной лодке, наша планета Земля, это, считайте, та же подводная лодка, мы, как говорится, находимся на ней, что, что ее, как говорится, в подводной лодке, ковырять эти стены, мы, мы, мы все потонем, поэтому, призываю, как говорится, давайте жить дружно, давайте думать о том, что, если вы своему соседу навредите, как говорится, в его каюте пробьете стенку, чтобы он захлебнулся водой, то, уверяю вас, как говорится, и вас это настигнет, как говорится, как говорится, что посеешь, что пожнешь, это делай людям то, что, что хочешь, чтобы они тебе делали, поэтому, мир, дружба, вот, и будут создаваться игры, ну, не хватает, то есть, допустим, отечественные разработчики, они, очень сильно, я, кстати, в отечественные разработчики, я вписываю, практически, все страны, бывшего, советского союза, то есть, допустим, Белоруссия, она поразила весь мир своими танками, то есть, это сейчас началась такая танкомания, там, допустим, украинские разработчики поражали мир такими играми, как Сталкер, Метро, то есть, приводили это в трепет, в дикий ужас, это, скажем так, ну, российских разработчиков тоже есть легендарные проекты, ну, как вот Аллоды, к примеру, онлайн. Ну, Аллоды, Ил-2 Штурмовик, War Thunder, Герой, Чай Маги, всякая история. Хоть их и перекупила Юбисофт, но... Вообще, не знаю, знаете, как говорится, сказка Ложда не на велке, я вообще слышал легенду насчет героя Чай Маги, что до легенды была игра Кимс Баунти, и Кимс Баунти как бы было нашими людьми, может, это я просто люблю свой город, Харьков, но, как я слышал информацию, что Харьковчанин сделал эту игру, причем, кстати, Баунти, вот я когда переводил, я не очень такой знаток английского языка, но там получается Кимс это короли, а Баунти это добродетель, хотя можете погуглить, но это не связано Баунти с шоколадным батончиком, то есть королей шоколадный батончик, нет, Баунти, еще, Слав, переводится так, как вроде бы Баунти Хантер, охотник за сокровищем, охотник за драгоценность, что-то вроде такое, может быть, драгоценный король, я не знаю, вообще, что-то такое. Ну ладно, о чем мы мучаем сейчас, у нас же свободный онлайн, у нас сейчас Баунти, и Баунти, Баунти, британский военный корабль есть, что-то такое. Что я хотел сказать на счет героев, Меча и Магия, Героев Меча и Магия 3, это как его в HD издание пересдают, это как вот этот строкл, в HD издание, я сейчас играю, то же самое с героями, и я, наверное, я в нее буду очень перспективно играть. Так, сейчас, пять секунд, ты-ка пока разговаривай. Ну, если ты бежишь, а вот, королевская награда, ты уже убежал, ну, добродетель награды, ты убежал или еще? Я-то могу разговаривать, у меня же это, дайте мне аудиторию, дайте мне, так сказать, время, и я расскажу не только какие компьютерные игры существуют в мире, а расскажу для чего мы на этой планете, смысл, смысл нашего пребывания, когда мы прибыли, что будет после того, как происходит и так далее, и тому подобное. Причем я к этому не, как говорится, не иронизирую, я на полном серьезе говорю, то есть, смысл жизни, люди, как говорится, я, между прочим, начал еще лет 16 задумываться о смысле жизни, и не найдя подходящей литературы, скажем так, в 19 лет сам начал писать о смысле жизни, рукописи до сих пор сохранились, а уже спустя 20 лет, когда я начал изучать это очень серьезно, это ведическое знание, к своему удивлению, то, что я писал, живя в тайге, поселок Многовершинный, Николаевский район, нет, Хабаровский край, Николаевский район, поселок Многовершинный, Многовершинка, привет, это, что я в этом чудесном поселке писал, это книжки, выяснилось, что в этих книжках по чудесному стечению обстоятельств, я описывал ведическое знание, то есть, что такое душа, что такое сон и так далее, и тому подобное, Андрей, ты, наверное, отошел, ну, ничего. Я уже тут. Я бы хотел, вот, кстати, кинг баунти, это королевская награда, но можно еще королевская добродетельность. Кстати, вот хотел бы отметить один положительный момент для себя, я любитель разбирать это, этимологию слов, то есть, как бы, по интуиции, то есть, знаете, когда подбирается ключик, ключик, ты знаешь ключик, то ты можешь открывать, как бы, много дверей, то есть, я на самом простом примере приведу, их вообще примеров колоссальное количество, но я люблю с радугой приводить. Кстати, когда я начал приводить пример с радухой, я потом нашел лекции уважаемого Александра Хиневича, он, оказывается, тоже этот пример там приводит, но я его приводил людям уже значительно раньше, еще эти лекции не слушал, так пример с радугой. Наши предки общались с логово, то есть, ну, все мы знаем, что такое рай, это свет изначальный, светлый, сильный, мощный и так далее. Ду, это множество, Ду, это аналог Алла, Ду и Алл, это Ду, это или Кор 2, Ду, это 2, это 2, 2 или множество, и Га, это то, что у нашей предки, что связывали с движением, то есть, на Га, Теле, Га, или с путем, то есть, мы уже перевели, то есть, множественное, множественное движение цветов, вот вам радуга, пожалуйста. Так вот, Андрей, я с любопытством сейчас смотрю, тоже уважаю этого человека, не повысить слова, обожаю его передачи, это всем известный, легендарный Дмитрий Пучков, он же гоблин, я его недавно для себя открыл, хотя знал о существовании этого человека, но всего видно свое время, видно, я еще не до роста, до его, так сказать, изучения, а сейчас я слушаю, с удовольствием являюсь, как говорится, самым ярким поклонником его деятельности, потому что человек, вот, занимается тем, чем должны заниматься учителя в школах, хотя он написал на своем канале, плюс 21, но я думаю, это хитрый ход конем, то есть, как говорится, запретный слот, плод всегда сладок, во-первых, он таким образом себя, я думаю, с точки юриспруденции, так сказать, обезопасивает, а с другой стороны, привлекает, то есть, как психология работает, если написано в кинотеатре фильм «Плюс 16», то любой 13-летний юноша захочет пойти на этот фильм, ну как это «Плюс 16», ничего себе, там же ж такое что-то покажет, а на самом деле, сейчас уже, оказывается, не страшно не то, что показывает, потому что в интернете уже можно все, все, что можно, что нельзя увидеть, а то, что рассказывает, сейчас уже, на самом деле, страшно не то, что мы видим, или не страшно, извините, пожалуйста, ведь я сейчас чайку крепко, очень крепко вохлебану, вот, а то, что рассказывает, поэтому, Дмитрий Пучков, сейчас я слушаю, вот, цикл книги, это «Драконы моря», великолепная сага, я, когда я слушаю, мне самому хочется за перо взяться, рассказывается о викинге, кто любит скандинавскую тематику, милости просим, Дмитрий Пучком своим, у него, что он, харизматический, человечечка, своим этим тембром голоса, прекрасной, артистичностью, вот, это все передает, он рассказывает, Андрей, ты про викингов не слышал? Нет, я не слышал, я, по большинству, какие-нибудь, новости про фильмы смотрю, и, ну, краем глаза не попадало тебе? Попадалось, но, я смотрел, сколько оно длится, и мне как-то, я не очень, долго могу сесть за компьютером, иногда, берегу свое время, где-то посидеть, можно быть, более, нужными делами позаниматься, там, так я вот, да, извиняюсь, так вот, Андрей тоже хотел бы заострить внимание, я иногда скажу 2-3 минуты, а предисловие делаю на 3,5 часа, ну, извините, вот такая, вот такая сила воли у человека, как 3,5 часа, терпеть, мучить себя, чтобы высказать мысль за 2 минуты, вот, вот такая, ну, я шучу, или не шучу, вот, смотрите, викинги, я любитель, первое свое слово, я, по-моему, учился в 7 классе, я не помню, сколько мне туда было, 13 или 14 лет, ну, не важно, важно, что я помню, что 7 класс, я для себя разобрал слово человек, видно, открылась родовая память, и я интуитивно сидел на уроке русской литературы, и человек, чело, век, чело, выданное на век, это сейчас, я вот, допустим, уже знаю достоверность, что я в те юные свои годы не ошибся, причем, кстати, очень важный момент, мы челом думаем, что, вернее, чело, это, ну, мы знаем, то, что мы называем лбом, это на самом деле чело, а лоб у нас находится на затылке, то есть там, где родничок, скажем так, то есть это, макушка, макушка, вот это лоб, поп, толоконный лоб, поэтому балда ему, он пускал шалобаны, не в пчело, а в маковку чисто, это лупасил чисто, это, кто такой поп, это поп, попы, это аббревиатура, предавшие отцов прах, вот, поэтому потом ругательно начали наше седалищное место называть попой, вот, ну, я чуть отошел от темы, вот, это, кстати, из того, что, подчеркиваю, что слова очень серьезно изучаю, значение снова, я разобрал для себя викинги, я понял, что такое викинги, я уверен, что я максимально приблизен, то есть, этимологию слова разобрал, их, скажем, этих, как раз, свободовоинных воинов, их так назвали, то есть, вот, представляете, приплывают эти чудесные витязи на какой-то остров, а им говорят, о, вы кинги, вы кинги, кто такой кинг? Кинг, это король, викинги, вы кинги, это короли, что такое кинг? Идем дальше, разбираем, кинг, это конг, отсюда конанг, или канг, то есть, мы знаем, что у викингов были предварители конги, ну, кстати, и Скайрин нам показал, Скайрин нам тоже показал, один из вариантов, как называли еще, ярлы, хотя я, может, путаю, в Скайрине ярлы были, или нет? Вот, ярлы, это яр, это ярила, солнце, то есть, ярл, это, ну, славяне называли солнце, ярила, то есть, ярл, светлый, то есть, вот смотрите, викинг, кинг, король, кинг взялся от конга, или кунги, откуда теперь взялся конг? Конг, это кон, то есть, по кону, наши предки не жили по законам, наши предки жили по кону, то есть, конг, это тот человек, который устанавливает правила кона, потом слово искривилось, получилось, начали, мы сейчас же тоже слова кривляем, сейчас же у нас появился в интернете свой, свой язык интернетовский, это, это, то же самое и в жизни менялся, в реальной, язык кривлялся, то есть, не могли либо произносить, либо дурачились, называли, называли уже не конг, акинг, вот, и теперь мы разобрали слово викинги, то есть, когда прибывали на какой-то остров в Англии, приплывали эти скандинавские войны, их жители называли викинги, викинги, веконги, вот, вот, вот такое интересное наблюдение, поэтому я думаю, оно где-нибудь скоро в интернете появится, поэтому, я уверен, сейчас даже вот сейчас, вот, зачисляем, сегодня 14-12-0-14-го года, вот, с этого момента можно, вот сейчас залезть в интернет, и, вот я сейчас залежу, и почитаем, что такое викинги, и, что, что интернет толкует, то, что я сейчас рассказал, я уверен, через время появится в интернете, и будет, а через время это будет вообще достоверная, это, как это Андрей сказать, историческая, да, достоверная информация, достоверная информация, вот смотрим, что википедия нам говорит, википедия говорит, что викинг, это, средневековые, скандинавские мореходы, и все, а, что значит викинги, непонятно, датская, викинг, шведская, вик, вик, вин, канг, а норвежская, викингене, ну, а на самом деле, так как мы все знаем, тоже, тоже никому не говорите, полтора миллиарда лет назад был, тот язык, на котором мы с вами общаемся, сейчас есть, вот, и он был очень много миллионов лет на нашей планете, поэтому, как бы, он немножко исказился, и появились, скажем так, коронные языки, то есть, это, это так, приблизительно, хотя, если хотите, убедиться в достоверности, информации, самое идеальное, начать с Михаила Николаевича Зорнова, это, я считаю, тоже человек современности, который несет очень серьезную миссию, то есть, он обращает внимание на то, чтобы не обратили, то есть, людей, людям это, люди думают, что он шутит, но на самом деле, это он на полном серьезе это все рассказывает, и рассказывает, причем, достоверную информацию, да, иногда его заносят, иногда, то есть, он дает плод, его включается воображение, он начинает это, фантазировать, причем, человек, который уже, на мой взгляд, знает досконально, практически, историю, точнее, не историю, а летописи, то есть, он, допустим, сейчас вообще снимает шикарный фильм, и снял это, связанный со славянской тематикой, вопросами древнеславянскими, тут он, как бы, знает, что, допустим, монголо-татарского ига никогда не было, это все нонсенс, это все сказки, и тут же, он в одной чудесной своей радиопередаче рассказывает, то, что по учебникам учил, то есть, то, что, типа, типа, ну, типа, было, короче, монгольское иго, хотя я могу ошибаться, может, я сразу на будущее приношу свои извинения, если я невнимательно слушал и неправильно понял, но все-таки, Михаилу Николаевичу все-таки нужно отдать дань, потому что человек тоже, на мой взгляд, наш жизненный путь очень короткий, и он достиг таких результатов, скажем так, за свой жизненный путь, и еще ему, как говорится, наши предки не желали долголетия, не программировали, когда вот был день рождения, там, они не говорили, вот, желаю тебе сто лет, это программа, потому что, во-первых, наши предки жили тысячи лет, это раз, а во-вторых, наши предки всегда говорили не живи сто лет, они говорили живи вечно, вот я хочу, чтобы тоже такой замечательный человек, как Михаил Николаевич Задорнов жил вечно, вот, как Пушкин живет в наших сердцах, то есть, я вот, кстати, Пушкина чуть-чуть бы четверостище процитировал, волхвы не боятся могучих владык, и княжеский дар им не нужен, правдив и свободен их вещий язык, и с волей небесной дружен. Я недавно сидел в конференции, это, играли мы в чудесную игру Рост, и там, случайно, мне что-то перемкнуло, я захотел стих прочитать Пушкина, и один из моих собеседников говорит, вы преподаватель русского языка, я же что-то так решил, да вы так стихи читаете, это, да, ну, просто, как говорится, врожденное, то есть, я, как говорится, в школе не учился, я посещал, и единственное, что я умел хорошо эти стихи читать, вот, поэтому, вот, кстати, по поводу стихов, как это, сейчас, немножко творчество, чтобы вы не подумали, что ваши собеседники, вот, немного, я хотел бы Андрею рассказать, так, это, с положительной стороны, но я вообще его только знаю, с положительной, то есть, человек, не по годам развитый, то есть, я с ним познакомился довольно-таки давно, когда он был еще юный, ему было лет 14, сейчас он уже здоровый, взрослый дядька, ему уже порядка, сейчас вот, чуть-чуть-чуть и 18 стукнет, то есть, вот, но уже тогда мы были, несмотря на пропасть в возрасте, он был для меня отличным собеседником, человек дико эрудированный, перечитал своим годам столько книг, сколько я за всю жизнь не прочитал, великолепно разбирается, скажем так, в творчестве, вот, и, что-то я сейчас начинаю от темы, уходите, что-то хотел другое сказать, вот, и, а, вот, и вот я ребятам тоже, сейчас, им столько лет, сколько Андрюхи тогда был, Андре, Андре, вот, столько лет, и вот я прочитал им один стих, и они такой, а на другой день, они говорят, а можете нам еще прочитать, то есть, вдумайтесь, то есть, ребята, вот вы, ваши ровесники, вот там, 14-13 лет, это насколько приятно, они обращаются к человеку, то есть, ко мне, чтобы я прочитал стихи, это настолько здорово, то есть, в мир, когда вообще людям на всем, на все плевать, когда, что такое литература, что такое творчество, у нас же что, сейчас это, как говорится, эпоха попкорна, и кока-колы, да, и чем больше, человек больше, навороченных фраз, свой сленг, втулевает, тем он кажется крутее, а крутее, на самом деле, говорить, на том языке, на котором говорили наши предки, использовать эти слова, наши предки использовали полмиллиона слов, полмиллиона, Пушкин всего лишь использовал, чтобы стихи писать, свои 50-60 тысяч, а мы сколько сейчас используем, 2-3 тысячи, ты да я да мы с тобой, все, поэтому круто не говорите, да и не стыдитесь, как говорится, меньшинство всегда лучше, лучше оставаться в меньшинстве, как говорится, поэтому быть как все очень легко, это запросто, а вот быть индивидуумом, причем в основном, индивидуальные личности, и собирают вокруг себя людей, то есть, тот человек, который как все, он как бы это, он как все, а чем он интересен, и он такой же, и я такой же, вот, а каждый должен человек, по-своему, мы быть это, ну, отличаться, то есть, мы вообще изначально запрограммированы, извините, что такое слово использую, запрограммированы, мы изначально, все наше человечество, мы изначально все, все разные, сколько бы нас не было, миллионы, миллионы, миллиарды, миллиарды миллионов, то есть, мы все разные, изначально, вообще, но, так, на нашей планетке, сложились обстоятельства, что нас, на нас одевают одинаковую одежду, нам дают одинаковые понятия, то есть, все мы, помню, была такая песня старая, все мы привыкли, надо признаться, из серой массы, не выделяться, как все мы, как все, пил, если я не ошибаюсь, певец такой был, Дмитрий Куликов, сейчас я закулю, потому что курить я люблю, так, а пока Слава закурирует, я закончил уже миссию, пока ты говорил, не хотел перебивать, слушал внимательно, и сейчас, не знаю, продолжать ли следующую миссию, или сделать, ты договоришь мысль, сделать небольшой перерыв, и, там, попить, поесть, и продолжить потом, ну, замечательно, и это великолепно, мы, ну, так, договори мысль, я, а, в принципе, пускай она вот так вот зависнет, я, в принципе, как говорится, на дальний промежуток времени, я, как бы, сказал, то, что хотел сказать, и я продолжу, когда, так сказать, включится продолжение нашей чудесной повисовательной беседы, ладно, я пока останавливаю, не прощаемся, потому что, а мы не прощаемся, мы всегда с вами, все будет хорошо, так далее. Так, 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 так,